Самый первый фестиваль состоялся в 1990 году. Он не только прижился, но стал одним из культовых. Юбилейный 30-й год проведения «Небо России» выпал на непростое время разгар пандемии. Границы были закрыты, и вместо ожидаемых полусотни тепловых аэростатов в небо над Рязанью поднимались около двух десятков шаров. Однако фестиваль состоялся, прошел успешно, а победителем спортивной части стал основатель «Небо России» легендарный пилот Лев Борисович Маврин. В этом году, несмотря на непростую обстановку в мире, фестиваль состоится снова. С 20 по 25 июля мы проводим очередное наше любимейшее мероприятие – международное спортивное и культурное зрелищное фестиваль «Воздухополвание» с гордым высоким именем «Небо России». Мы были вынуждены подвинуться в раннейшие сроки, чтобы молодые наши пилоты успели после нашего мероприятия съездить на чемпионат мира среди молодых пилотов, среди пилотов не старше 30 лет. У них в позапрошлом году они были третьими, вдруг в этом году кто-то станет чемпионом и серебряным призером. Красивейшее зрелище, массовые полеты тепловых аэростатов над полями, лесами, реками и озерами – это прежде всего спорт. Спортивное состязание пилотов в мастерстве управления воздушным судном, в точности расчета точки взлета, высоты и траектории полета, в том, как пилот сумеет все просчитать и воплотить на практике. Летное пространство в Рязанской области уникально и из года в год привлекает самых искусных пилотов и своей красотой, и особенностями ландшафта и ветров. В нашем регионе отмечают бессменные организаторы все условия для проведения не только Кубка России, но и мирового чемпионата. А что касается зрелищности и популярности, для зрителей неба России в условиях пандемии и особых мер при проведении массовых мероприятий выгодно отличается от других спортивных состязаний. Наш вид спорта, он уникален тем, что нас видно, ну, примерно с 15-20 километров. Иной раз вот прям вот близко-близко приезжать на трибуну и занимать место не надо. Надо просто знать район полета и траекторию полета, чтобы насладиться, налюбоваться. А вечером мы стараемся не анонсировать, поскольку и так город забит, но все равно все, представляете, в районе 30-40 километров, видят нас, наблюдают и говорят, ну, слава богу, наши полетели. Утренние полеты проходят не позднее шести утра. Решение о точке старта принимается в ходе утреннего брифинга около четырех часов утра. Анонсы размещаются в социальных сетях. Наблюдать за полетами можно будет в течение пяти дней, в зависимости от погодных условий. Наша телекомпания непременно будет оповещать вас обо всех новостях и освещать самые интересные и красивые моменты легендарного мероприятия. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».